«Виват Россия» – выставку с таким названием сегодня можно посетить в музее-усадьбе Николая Хохрякова. Ее открытие приурочили ко дню воинской славы России, годовщине одного из крупнейших сражений между русской и французской армиями под Москвой у села Бородино. В экспозицию вошли 22 гравированных портрета героев войны из коллекции Николая Хохрякова. Эту коллекцию собрали отец и сын Хохряковы, Николай Ильич, во время путешествий по стране, когда он прошел 28 губерний. Николай Николаевич во время учебы в Петербурге. В середине 19 века такие портреты героев Отечества, выполненные в технике черно-белой гравюры, можно было встретить в книжных лавках и домах граждан. Среди художников, создававших эти работы, есть и неизвестные авторы, и крепостные художники, и именитые гравюры, как русские, так и европейцы. Вы видите работы Федора Петровича Толстого. Они посвящены войне 1912 года, но Федор Петрович Толстой очень любил и ценил античное искусство. И он представляет в классических формах русских людей. В России собирается ополчение, Александр I выходит за пределы России. Но Федор Толстой как говорил, я жил в то время, когда была честью носить имя русского. Экспозиция дополнена цветными гравюрами, редкими книгами, керамикой той поры, а также дымковской игрушкой. Например, Людмила Николаевна Дубкина, она уже 20 лет лепит такую композицию, и стояли барышни у обочин, им гусары нравились очень-очень. Рядом лица тех самых гусар, которые сыграли особую роль в победе над французами. Украшением коллекции можно назвать портрет Тучкова IV работы Ухтомского. Четверо братьев Тучковых защищали родину в Бородинском сражении. Для Александра эта битва стала последней. В свое время его портретом была восхищена Марина Цветаева и написала вот эти строки. Ах, на гравюре полустертой, в один великолепный миг я встретила Тучков IV, ваш нежный лик, И вашу хрупкую фигуру, и золотые ордена, и я, поцеловав гравюру, не знала сна. Выставка позволяет окунуться в атмосферу двухсотлетней давности, увидеть лица людей, которые прославили несгибаемый дух нашей страны, генералов Кутузова, Багратиона, Барклая-де-Толли. Анастасия Войнолович, Денис Тружков, Вести, Киров.